Благодаря повышению проезда муниципальный транспорт работает, а маршрутная сеть города будет кардинально пересмотрена. Сейчас на дне работают специалисты Южноуральского госуниверситета. Такое заявление сегодня сделало управление транспорта, начальника которого депутаты потребовали отправить в отставку. Народные избранники считают, что чиновник не справляется с работой. Убытки транспортных предприятий превысили 560 миллионов рублей. Началась процедура банкротства. А тут начальник управления еще и предложил лишить пенсионеров льгот на проезд. Подробности в репортаже Марии Агеевой. Наталья Вараксина составила уже несколько писем чиновникам и общественникам. Просит остановить развал системы пассажирских перевозок в Челябинске. Председатель профсоюза работников транспорта рассказывает, только в марте на линию не вышли 13 трамваев. Сломались, а на ремонт денег нет. Кондукторы и водители в таких условиях рискуют недосчитаться зарплаты. Не отремонтированный трамвай или троллейбус – это возможный недовыпуск на улице города. Недовыпуск на улице города – это мы не перевезем пассажиров, мы не привезем деньги. Получается замкнутый круг. Претензии к работе автобусов и трамваев накопились и у челябинских депутатов. Последней каплей стало выступление начальника управления транспорта на заседании комиссии по экономике. Олег Козлов вновь заявил о финансовых трудностях МУПов и предложил временно лишить льготного проезда пенсионеров. Депутаты в ответ предложили временно отстранить от работы самого чиновника, чтобы оценить его успехи и промахи. По мнению народных избранников, Козлов не справляется с обязанностями. Прошлой осенью он просил повысить стоимость проезда, чтобы транспортные предприятия не копили долги. Депутаты согласились. В обмен попросили увеличить пассажиропоток и убрать дублирующие маршруты. Мы приняли непопулярное решение, хотя понятно было, что очень много споров было, оно было тяжело выстрадано, так скажем. А управление транспортом, ничего не сделав для того, чтобы выполнить свои обязательства, просит еще снова для себя преференции. Работа общественного транспорта все больше недовольны сами челябинцы. По некоторым данным, после повышения цены проезда муниципальный транспорт потерял 11 тысяч пассажиров. Они пересели на маршрутки. В некоторых билеты все еще стоят 18 рублей. В январе горожане стали жаловаться на то, что автобусы и трамваи стали реже ходить. Часть маршрутов были отменены. На остановках приходилось ждать транспорта больше часа. У нас в Ленинский район только 81 автобус ходит. Идут непонятно с какими промежутками. У них большое окно и уходят в гараж. Уходят в гараж. Это по маршруту не идут. Они срезают прямо. В то же время блогеры опубликовали в интернете скандальные фото. Больше 150 автобусов стоят в гаражах сломанными. Сами транспортники эти обвинения опровергают. Объясняют, подорожание проезда помогло. Хотя долг предприятий превысил 560 миллионов рублей, повышенная цена билета позволяет собрать достаточно денег на топливо и зарплаты. А чтобы общественный транспорт работал лучше и зарабатывал больше, нужно бороться с нелегальными перевозчиками и менять маршрутную сеть в целом. Сейчас управление транспорта сотрудничает с ЮРГУ для того, чтобы с научной точки зрения посчитать пассажиропоток, спросить у жителей, какие маршруты в какие микрорайоны нужны, для того, чтобы эта маршрутная сеть была обоснована. Кстати, вместе с Олегом Козловым депутаты просят отстранить и начальников муниципальных предприятий Челяб-Автотранса и Челяб-ГЭТ, но за них готовы вступиться в профсоюзе. Нынешних руководителей считают социально ответственными и причину проблем видят в недостатке финансирования. В любом случае решение об отстранении может принять только мэр Евгений Тевтелев. Депутаты направят ему свое предложение, если за него проголосуют все народные избранники на ближайшем заседании Думы 29 марта. Мария Гева, Павел Чернега, ОТВ.